Всем привет! И на канале I can't do it. Привет! Там в признаке ходят. Сегодня у меня челлендж. 24 часа в офисе. Говорят, здесь ходят привидения. Это офис моего папы. И я саму с ним на ночь. В нём я здесь буду не одна, а с папой, потому что ему надо работать. И заценить телевизор. А ночью я останусь одна здесь ночевать. Он поедет домой, а я останусь ночевать. И выберу себе королевское место. Или сверху, или снизу. Я только что заметила призрак. Они ходят прям вот так. Надо выключить свет и ждать. Ну они пошли, пошли опять, пошли призраки. На самом деле, это всё люди. Они просто ходят за дверью. Посмотрим ещё, как это будет всё выглядеть, когда будет полночь и ночью. Может, это будет в пять раз страшнее. Я тапки надеваю. Тапки, тут холодно. Так, буду проводить рун-тур. Пошли с самого начала. Там улица, а там холодно. Я не могу показать. Может быть, потом и покажу, что там находится. Там очень красивый вид. Там есть персиана, которая так опускается на нас снаружи. Ключи от папиного офиса. Дальше дверь. Оп. Вот такой свет. Большое кресло. Тут какая-то у него одежда лежит, рабочая. Так, потом большой-большой стол. Сейчас я покажу, как он выглядит. Тут есть, с этой стороны стола, вот до туда, есть один стул. Два, три стула. И один еще на колесиках. Вот здесь заряжается телефон. Вот здесь лежит его кофта. Вот сюда можно сесть и кататься на стуле. Тут у него ящичек какой-то с чем-то. Не знаю, сейчас проверим. Короче, он на замке. Не буду открывать, потому что он на замке. А другой там выдвигается как-то. Так, проверим. Я просто папа очень мало раз была в офисе, поэтому я не знаю, как тут у него все. Короче, тут не открывается. Но вот здесь открывается, и тут у него пусто. А нижний ящичек, тут у него тоже пусто. Дальше у него есть компьютер. Такой красивый компьютер. Тут есть кнопочки и обычный компьютер. Тут его какой-то ноутбук, мышка. Это его мышка. Компьютер, который там с плинтером или с подставкой. Переходим к этой части стола. Это как прям обзор на свой рабочий стол. Ну, это и есть рабочий стол. Дальше есть такое кресло. Вот. На котором можно сидеть и кататься. Дальше есть большой телевизор. Прям вот такой большой телевизор. Здесь пульт. Почему-то у него монеты лежат. Книжка. Кстати, это он читает книжку, когда ему скучно. Он много раз приносил эту книжку уже домой. Вот. Кому интересно, можете прочитать. Тут мышка, зарядки. Кстати, обожаю эту клавиатуру. Я когда приезжаю, всегда на ней играю. И включаю этот компьютер. Тут какие-то повода, ключи. Дальше. Тут стоит мой хамелеон под его рабочей лампой. Вот, кстати, он вылез. Чего ты вылазишь-то, а? Ладно, пусть лезет. Если что, я его обязательно возьму. Тут стоит компьютер. С мышкой. И опять же стульчик. Там резетки. Вот. Тут, кстати, когда кто-то туда стучится в ту дверь, то там есть камера. Он должен позвонить, там звоночек. И видно, кто приходит. Кто приходит, кстати. Это очень прикольно. Тут есть тумбочка. Сейчас проверим, если у него что-то здесь. Дай тумбочке. Да, тут у него батарейки лежат. Дальше какие-то документы от чего-то, не знаю. Но здесь он верхний на замочке, и он закрыт. Нижний. Тут много документов. Кстати, не знаю каких, а какие-то по работе точно. Там еще есть заряд. Дальше. Я показала его рабочий стол. Стена. Тут стоит наш обогреватель, потому что здесь достаточно холодно, и можно просто открыть эту дверь и выйти на самую улицу. Тут есть двухэтажная кровать. Тут стоит мой рюкзачок, который я положила в свою походную обезьянку. Одна со мной спит. Тут есть туалет. Самый прикольный зеркало. Когда заходишь, есть такое зеркало. Вот, обычное зеркало. Надо на него притиснуть пальцем, и оно такое вот будет яркое. Здесь обычный умывальник. И есть туалет. Тоже самый обычный туалет. И чтобы выключить вот этот свет, нужно нажать опять сюда. Обычный холодильник. Дальше. Тут есть еще секретная комната. Тут стоят продукты. Папа иногда ими пользуется. Тут есть ящички. Внутри там какая-то одежда. Здесь папа работает обычно по понедельник, средам, иногда субботам. Он здесь работает, отдыхает, иногда и кушает, потому что нужна энергия, когда ты работаешь. Для чего здесь кровати? А для того, что если когда-то нужны гости, когда кто-то приезжает в гости и захочет ночевать, а вот скоро на канале тысяча подписчиков, и скорее всего мы будем отмечать его здесь, потому что завтра уже будет где-то тысяча подписчиков. Может хоть вечером, но завтра должно уже быть. Сейчас 972-3, там где-то так. Я не боюсь здесь оставаться ночевать. У меня для этого есть хамелеон. Вот. Он там сидит. А я пока здесь развлекаюсь на стуле, смотрю телек, жду уже, когда будет день, чтобы ко мне приехал мой папа. Сейчас он скоро заедет, чтобы дать мне еще воды, потому что той воды не хватит, и поедет домой. А я, ну, конечно, продукты некоторые он сюда привез, чтобы я ела. А ночью я не знаю, где я буду еще спать. Может, мультики целую ночь его досмотреть, не знаю. Как бы здесь холодно, но думаю, справлюсь. Это личный папин офис, сюда никто не может приехать, и он здесь как бы работает. Документы пишет, что ему надо за компьютером сидеть, отдыхает. Но, конечно, на ночь он здесь не остается. А работает он где-то с десяти до двух, до трех. Не каждый день. Я уже говорила, когда. Сейчас я покажу, что я делаю там на втором этаже. Вон, тут я ничего не делаю. Тут просто стоит мой рюкзачок, и можно поваляться, последить за вот этим другом. Вон, уже сверху, а я поднимаюсь. Оп! И отожду. Оп! Так, тут очень опасно, потому что здесь большая дыра. Там пусто, и первый этаж. У меня просто не было никогда двух такой кровати, двухэтажной, поэтому мне здесь даже очень интересно. Можно встать на кровать. И вот. Что я вижу? Что я вижу? Я вижу потолок, и вот я его касаюсь. Что я здесь делаю? Я рисую, вот я взяла с дома ручек. Вот столько ручек я взяла. Я делала рисунок, вот, раскрашивала руку. Смотрю. Вот, это моя рука. Я ее так раскрасила. Там мой блокнотик. Тут еще куча разных других рисунков, например. Ну и вот моя рука. Тут две подушки. Мой ноутбук. Эти карточки. Мышка, пенал. Одеялко. И вот мой личный центр. Сейчас я покажу, как распускаюсь. Я поставила камеру на стол. Так. Тут очень наш теплый дом. Сейчас выключу свет и буду стоять на тени. Вот. Приготовил стул. И буду ждать, когда появится тень. Вот они пошли. Много теней. Вот. Сколько теней пошло. Только что. Я не успела заснять. Там было очень, может, штук четыре признака. Вот еще пошли. Много. Я считаю, что это достаточно страшно. Потому что, ты не знаешь, в любую секунду могут позвонить. А на ночь я, скорее всего, попрошу каких-то дяденек, чтобы они сейчас сяну закрыли. Вот пошли еще тени. Мальчики, а я бы далеко не в каникулы дома сидела. Кто придумал эту школу? Кто за то, чтобы каникулы были 165 дней в году? Курицу со спорезьями с кетчупом. Уберемся чуть позже. Сейчас у меня адреса для вас стоять подписчиков. Сейчас обновлю. Может, есть тысяча. Ура! Тысяча подписчиков! Спасибо всем, что вы подписываетесь на мой канал. И ставите лайки. И смотрите мои видео. И мой хамерон тоже рад. У него же глаза рассоединились. Пишите, а где вы хотите еще увидеть 24 часа чела? Сегодня я хочу спать. Половину ночи сверху и половину снизу. Поэтому завтра я хочу пойти смотреть, что здесь есть вокруг. Я не знаю, там что есть. Может, какие-то магазинчики с игрушками. Как раз у меня есть денежки. Накуплю все угодно. Еще возьму сока. Кучу сока. Чтобы праздновать тысячи подписчиков. А если еще будет завтра уже тысяча сто, то я буду очень сильно вам благодарна. Я только что проснулась. Я поставила себе будильник на 9.49. И сейчас, чтобы где-то в 10 часов, в 10.10 пойти в магазин, купить чего-нибудь, покушать и что-то распаковать сладкое. Ну, или игрушки. Субтитры сделал DimaTorzok